Кто не знает ничего о чужих языках, тот ничего не знает о своем. Это выражение Гёте уж точно не относится к школьникам, которые приняли участие в областном фонетическом конкурсе по французскому языку. Он прошел в стенах Педагогического института Белгородского госуниверситета. Насколько волнительно исполнять песни и стихи французских авторов перед теми, для кого французский родной язык, узнала Юлия Стребкова. Эти милые девушки ученицы 11 класса 41 школы областного центра. В конкурсе участвуют каждый год. Говорят, здесь победа не главная. Конкурс отличная возможность себя показать и сравнить свой уровень владения языком с уровнем других ребят. Мы учим французский язык со 2 класса, а так как мы в 11, мы учим этот язык уже 10 лет. Это наш основной язык, который нам очень нравится. Я очень люблю культуру Франции и мечтаю поехать в Париж. Увидеть страну изучаемого языка пол-дела. Быть там и не бояться говорить на французском. Преодолеть языковой барьер. Задача куда более сложная. Справиться с ней как раз и помогают такие мероприятия. Ещё одна цель творческого состязания – привлечь внимание к красоте и многозвучию французского языка. Чтобы не забывали французский язык, что это прекрасный, замечательный язык. Это история также России и Франции. Отношения, несмотря на какую политику, неважно. Я знаю, что в России французский нас любят. И когда учишь иностранность, тем более французский, мне кажется, что и свой лучше начинаешь узнавать, понимать и ценить. Декламирование стихов, прозы, музыкальные номера и сценки на французском языке. С творческими испытаниями все участники, а их на сей раз было более 50, справились на отлично. Конечно, иногда чувствовалось волнение. Ещё бы, в составе жюри – носители языка. Сальма Хали в Белгороде впервые. Говорит, эти дети особенные. Они все очень тёплые, открытые. Они очень любят делиться, очень любят учиться. Все очень любознательные. И это восхитительно. Большинство участников конкурса мечтают связать свою жизнь с изучением языков. Как говорят французы, килянг а, а ром ва. А значит, их ждёт интересное и яркое будущее. Юлия Стрибкова, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогория.